Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Здравствуйте. Добрый день. 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о применении санкций экономических мер в отношении Турции. И давайте посмотрим, как эту новость подали в российские средства массовой пропаганды, ну непосредственно Первый канал. Пожалуйста. Главное, к этой минуте Россия вводит санкции против Турции. Владимир Путин подписал указ, который для защиты национальной безопасности России и защиты российских граждан предусматривает следующее – запрет или ограничение на ввоз в Россию отдельных товаров из Турции, запрет или ограничение для турецких организаций на выполнение работ на территории России. Запрет на привлечение турецких граждан к работе в России с 1 января 2016 года. По этим трем пунктам будет отдельный перечень от правительства России. С 1 января приостанавливается безвезвый въезд в Россию для граждан Турции, кроме тех, у кого есть вид на жительство в нашей стране, а также дипломатов и членов их семей. Тур-операторы должны воздержаться от продажи граждан России путевок в Турцию. Будут запрещены чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией. Контроль за деятельностью турецких авиаперевозчиков в России будет ужесточен. Меры безопасности усилят и в российских акваториях Азовского и Черного морей. Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер. Ну вот такие вот меры. Интересно, что по вопросам госбезопасности оказывается отмена визы и запрет на продажу туристических путевок. Это тоже вопросы государственной безопасности. А мне больше в акватории Азовского моря. Да, кстати, если можно карту моря. Это, конечно, тоже меня очень впечатлило. Вот мы видим карту. Вот мы видим внизу желтая такая Турция. Между Украиной и Россией есть целое Черное море. Но Азовское море, которое вообще никак не граничит с Турцией, чисто, может быть, по линии воды, разве что, вот тоже там будут какие-то меры безопасности повышенные. Ну, мне кажется, что у россиян появилось благодаря вот как бы этим событиям у них... Можно вернуть предыдущую фото. По сути, произошла некая такая откат исторический, ментальный, ментальный откат. Так лет так на 200 назад, когда они, собственно, воевали с Османской Турцией, Российской империей. И вот Азовское море в этом контексте возникает именно как некая такая память, историческая память о тех временах, когда на территории Азовского моря были турецкие крепости, была крепость Азов, которую Пётр I там многократно брал и тому подобное. То есть, в общем, где-то сейчас вот то, что происходит сейчас в России, очень напоминает вот такую истерию, связанную с тем, что они глубоко копают. Да. Вы читали, наверное, новость о том, что некоторые политики говорят, что надо сделать всё, чтобы вернуть христианам собор Святой Софии в Стамбуле. Естественно. Такой крестовый поход. Вы себе представляете такое? Нет, я к чему, потому что это же не просто обсуждать. Я думаю, это, в общем, как бы реальное, свидетельствует о реальном состоянии умов в России, о том, что в ряде случаев они в это состояние истерии и общего помешательства зашкаливают. И мы как раз имеем дело вот с такими достаточно жёсткими случаями, которые, конечно же, нужно лечить, но, вероятно, в России навряд ли найдётся доктор, который в состоянии будет поставить такой общий диагноз. Ну вот смотрите, ещё до введения санкций 27 ноября в России произошёл тоже такой эпизод, очень, ну, такой дипломатический скандал, можно даже так сказать. Были арестованы несколько турецких предпринимателей, которые приехали в Россию без визы, потому что безвизовый режим, на экономическую конференцию, которые они сами одни из организаторов. В итоге их арестовали из-за нарушения как раз именно визового режима. Ну, пожалуйста, давайте посмотрим видео. 39 граждан Турции были задержаны в Краснодаре на днях. Их обвиняют в том, что они нарушили миграционное законодательство России. По предварительным данным, турки прибыли в Краснодар для того, чтобы принять участие вот в этой крупнейшей отраслевой сельскохозяйственной выставке Юг Агра. Турция регулярно принимает участие в подобных выставках. Это крупнейший поставщик сельскохозяйственной продукции в России. Кроме того, турецкое оборудование для переработки зерна, молока традиционно пользуется спросом у российских, у российских фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Как нам стало известно, власть России обвинили турков в том, что они при въезде в страну, у нас действует безвизовый режим, указывая цель визита, поставили галочку возле надписи «Туризм». А сами прибыли на выставку, организовали выставку, заключали договора, встречались с деловыми партнерами. Это формально послужило поводом для их выдворения. Что касается турецких компаний, которые пострадали таким образом от действий российских ФМС, они отказываются комментировать эту ситуацию, опасаясь, что она будет усугубляться и гонением подвергнутся остальные члены команды, которые законно въехали, не нарушали никакие законодательства. В прислужбе компании, которая организовывает выставку «Юг-Агро», нам подтвердили факт задержания турецких граждан, однако не стали его комментировать. Кроме этого, они также отказались комментировать информацию о том, запрашивали ли у них информацию от резких граждан, правоохранительные органы России. Ну вот, уже до такого доходит. Ну, я думаю, что, конечно же, это глупость, потому что люди могли действительно поставить графу туризм, и в конечном итоге, разве это может быть основанием для того, чтобы их выдворять? Ну, в конечном итоге, это дело русских. Если они хотят лишиться инвестиций, лишиться новых технологий, лишиться сотрудничества с другими странами, то, в общем, они идут в правильном направлении. Я думаю, что через какое-то время им останется сотрудничать разве что с Северной Кореей. Да, вы знаете, да, что сегодня в Париже проходит климатический саммит, очень важный, на самом деле, для будущего всей страны, и как на всех подобных саммитах приезжают первые лица государства со всего мира. Само собой, там и Барак Обама, и Владимир Путин, и президент Турции Эрдоган тоже присутствует, и Петр Порошенко тоже там присутствует. Ну, в принципе, все сильные мира всего. Так вот, что произошло интересно. Как обычно, на таких конференциях есть такая, как общая групповая фотография, да, ну, это как в школе, да, все выстраиваются, их фотографируют на память. Так вот, Владимир Путин для того, чтобы не встретиться с президентом Турции, который запрашивал, между прочим, такой встречу тет-а-тет с российским президентом, он опоздал специально, чтобы даже случайно с ним не встретиться. То есть он не сфотографировался? То есть его не будет на фотографии, по крайней мере. По крайней мере, на фотографии не будет. Вот у нас сейчас должно быть, не знаю, вот режиссеры мне подскажут, да или нет, включение из Турции, из Анталии непосредственно. Почему из Анталии? Во-первых, Анталия – это очень важный город с точки зрения туризма. Ну, то есть многие россияне и украинцы побывали в Анталии, потому что это, ну, такой эталон турецкого туризма, можно так сказать. Во-вторых, именно в Анталии прошел саммит большой двадцатки, как раз после теракта в Париже. И тогда, именно в Турции, казалось, что Запад, вот в один шаг, вновь сближение, так сказать, с Владимиром Путиным, да, начали говорить, что, может быть, создаем большую коалицию, войдем в союз и будем бороться все вместе против ИГИЛа, как когда-то боролись против фалкаиды, там, в начале двухтысячных. Но, опять-таки, все перемешалось после того, как был сбит российский бомбардировщик в Турции. Вот мне режиссеры ничего не говорят, я не знаю. Есть, ну вот, если можно, мы тогда представим. Вот, здравствуйте, с нами Оксана, Наталья и Наталья. Наталья и Наталья – это вот две девушки, которые справа и слева, Оксана вот с темными волосами, она вот посередине. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, вы находитесь в Анталии, да, и наверняка смотрите там российское телевидение, но есть такое возможность. Я тоже был этим летом там, и там, конечно, российские каналы легко доступны, правильно? Да. Вы знаете, есть такая программа в российском телевидении, называется «Вечер с Владимиром Соловьевым». Знаете? Да, да. Знаете? Мы тоже слушаем, апофеоз. Апофеоз. Ну вот я хочу предложить, ну, вам, может быть, еще раз послушать, а зрителям, может быть, впервые послушать, что сказал во время этой программы такой человек, как Карен Шахназаров, режиссер фильма, между прочим, «Мы из джаза», да? Пожалуйста. Легкая атлетика отменивать, да это тоже, ну, понимаете, ну, сто лет легкая атлетика, все принимают допинг, вдруг российскую легкую атлетическую команду, снимают со всех соревнований. ФИФА – это все звенья одной цепи. На мой взгляд, какой может быть альянс, когда для США и Запада Россия остается враг номер один? В России и Путин, кстати. И это естественно, это, кстати, понятно с их точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, это послание с самолетом очень серьезное и очень нехорошее для нас. Потому что это послание. А послание, оно заключается в том, что ваши возможности, на самом деле, на Ближнем Востоке очень ограничены. Вы сделать ничего не можете. Посмотрите, действительно, никаких извинений вообще. Наглость. Мне, выросшему в СССР, знаете, что было бы? Да СССР разбомбил бы эту авиабазу. На следующий день. И все промолчали бы. Просто авиабаза, с которой поднялся этот самолет, она была бы уничтожена. И никто бы не пикнул. Сегодня мы этого не можем сделать. Более того, мать сечены. Турция может закрыть проливы. Наша группировка там, наш флот. А если Турция... Не может, но по закону не может. А если попробует, тогда действительно получит по башне серьезность. Нет, но это тогда надо доводить ситуацию уже до серьезного. Вплоть до ядерного конфликта. Эта ситуация очень серьезная. Ну вот, вплоть до ядерного конфликта. То есть пока Жириновский, конечно, грозится поджечь Париж, разбомбить Вашингтон, Берлин, сбросить ядерную бомбу на Стамбул. Ну ладно, это Жириновский, да, привыкли. Но когда это говорит Карен Шахназаров, уже немного... А чем это отличается? Отличается, что это в принципе человек как бы из культуры, из другого мира. Оказывается, это чисто гипотеза. Дело в том, что здесь мы говорим о российском массовом сознании. Российское массовое сознание мало чем отличается выступление Шахназара, выступление Жириновского. Ну, это правда. Вот у меня вопрос как раз вот к украинкам. Кстати, я просто не сказал. Это представительницы, можно так сказать, как вас назвать? Украинцы в Анталии. Украинской диаспоры в Анталии. Подскажите, пожалуйста, вот вы боитесь войны, учитывая все, что вы смотрите на российском телевидении? Лично я не верю, что будет военный конфликт. Потому что Турция, это не просто Турция за спиной Аэрдоган, Атальянс, НАТО, союзники. И я лично не верю, что конфликт начнет. Вероятно, какая-то будет эскалация. Но вероятность того, что начнется вот такой вот открытый конфликт, тем более никаких ядерных ударов по Стамбулу, как уже там вчера там было в эфире, это будет, конечно, огромный резонанс здесь в информационном поле, конечно, не будет. Это нагнетание истерии. Ну, если вы такая... Великие страны так не отвечают на удар ножом в спину. То есть это я расцениваю как... Такая реакция истеричная, по сути дела, когда мало что можно сделать. Да, можно депортировать турок, которые находятся сейчас в Российской Федерации. Можно запретить импорт помидоров и огурцов в Россию. Но, пардон, кто от этого пострадает, в том числе российский потребитель. А вы скажите, пожалуйста, а вот поскольку русскоязычный, вы же наверняка общаетесь и с россиянами, которые проживают в Анталии. Вот как они переживают вот это вот... Такое изменение взаимоотношений двух стран? Ну, есть, конечно, панические настроения со стороны наших друзей, россиян. Люди напугают. Они со стороны своих родственников слышат, видят каналы, смотрят российские. И родственники тоже им говорят, возвращайтесь обратно, потому что ситуации у вас сложные. Вот, люди, многие уже начинают... Вы знаете, что в Анталии русские покупали квартиры. Вот, сегодня появляется очень много предложений о продаже квартир. То есть, такая вот ситуация. А вот скажите, пожалуйста, а как к турке относятся? Стали ли они иначе относиться к россиянам? Ну, раньше же очень хорошо относились. Вот смотрите, сегодня было заявление, премьер-министр Давут Аглу сказал, что применимо к гражданам Российской Федерации Турция не будет предпринимать никаких подобных мер, то, что делают все в отношении граждан Турции. Что граждане России не станут наложниками данной ситуации. То есть, очень взвешенная политика на самом деле демонстрирует русское правительство. Хотя при этом же сегодня прошла информация, что в Черном море начинаются военно-морские учения флота Турции, то есть скорее всего, что проливы будут закрыты. То есть истерия правительствам турецким не нагнетается абсолютно. Наоборот, они демонстрируют, что они расстроены тем, что происходит. Я считаю, что это взвешенная позиция. Вот я хочу вас все же спросить, потому что одно дело, это взвешенная позиция руководства страны. Ну, взвешенные, не взвешенные, это как бы уже... Есть разные мнения по поводу тоже, как себя ведет тоже турецкое правительство. Вот в Анталии непосредственно, недалеко от порта, есть площадь, я не знаю, как точно называется, но ее в народе называют матрешки. Площадь народа, площадь называется. Как, как, как? Площадь службы народа. Площадь, да, там есть матрешки. Если можно режиссерам показать фотографию, да, вот этой площадью. Вот это такая площадь, там матрешки. То есть это такая площадь, которая демонстрирует дружбу между Россией и Турцией. Скажите, с матрешками ничего плохого не случилось за эти дни? Вы знаете, когда начался конфликт в Украине, я сама лично видела, как матрешки были разломаны, три матрешки валялись. Я, конечно, от этого была шокирована. Было много разных версий. Потом, после этого они все-таки на то же место восстановились. Сегодня с матрешками все пока тихо, спокойно. Их демонструировали полностью. Зимой в прошлое демонтировали, где-то месяца или полтора их не было. Полностью все восстановили. Перепасили, отновили, полностью восстановили. Ну, вы знаете, хочу такое сказать, что вот на бытовом уровне, ну, то есть я вам скажу хотя бы вот то, что я знаю из своих знакомых. На бытовом уровне в детской среде уже те русскоязычные дети, которые проходят в детские учения заведения, начинаются вопросы по поводу, даже не вопросы, а уже начинается концентрация факта, что там ты русский. И у нас теперь вопрос становится очень актуален, самоидентификация. То есть, если мы говорим на русском языке, ну, мы не русские, мы украинальны, то есть мы из Украины. И теперь это очень актуально для нас, для молдаван. То есть, если раньше многие считали, а, русские, да, ну, как бы еще с советских времен, это ас-штабы, то теперь нет. Теперь я молдаванин, я белорус, я из Украины. Вопрос о идентификации становится очень актуален. Особенно в диасторе, я так понимаю. Да, да. То есть вы теперь стали массово одевать футболки с трезубом или там надписями ПТН, ПНХ? Нет, не раньше их как бы носили. Не в том вопрос. То есть, если раньше, допустим, была ситуация на бытовом уровне, там, допустим, пришла вот Оксана, там, как бы, это русская, там кто-то за меня в детям лице говорит. Я бы, и не замерите, как бы, допустим, махнуть рукой, ну, скажем, не акцентировать внимание. Но теперь акцентируется внимание. Люди пытаются дистанцироваться, потому что вот то, что льется из экранов по спутнику, из студии российского Первого канала, на самом деле за гранью. Это, ну, как, как око саурона какое-то. Это надо прекращать. Потому что просто идет зомбирование населения. Вот смотрите, Оксана и Наталья, у меня к вам еще такой вопрос. Скорее, вопрос даже не от меня, от нашего партнера-обозревателя. То есть, читатели и обозреватели знали, что у нас будет вот эта тема, и задают такой вопрос вам в том числе. Вот сейчас вот в российском телевидении очень часто звучит про имперские амбиции Турции, фашистствующее государство, про утеснение свободы прессы в Турции. Причем это говорят российские... Это забавно, смотрите. Почему надо подсоединять? Да, да, да. Так вопрос вот как звучит. Да, да, вот как звучит вопрос. Существует ли в сознании турков вирус имперского синдрома? Вот просто в России говорят, что он есть, вы же там живете, вам виднее. Это несомненно. Османская империя, традиции, как бы есть основания для такой риторики. Но при этом, смотрите, парламентский вывод, которые даже летом были, которые даже осенью проводились, как бы повторные выборы, это так, заканчивается голосование на участках, и буквально в очень-очень-очень короткий время уже известны результаты. То есть маневр для правящей партии, подтасовки результатов, очень минимальный. Да, Эрдоган, несомненно, у него убийцы султанские. Но при этом, если можно так сказать, политическая игра более честная. Спасибо Оксане и Наталье из Анталии. Если у вас есть вопрос, спасибо большое. Не знаю, одевайте вышиванки, пойте украинские песни, тогда к вам вопросов точно не будет. Да, передавайте привет. Ну вы знаете, если еще несколько лет назад они и не отвечали, как бы русский, украинский, молодоманец, без разницы, то теперь они уже понимают разницу, и это очень хорошо. Кстати, к нам очень хорошее отношение, именно к украинцам. Да. И как сказал у меня один знакомый турок, он сказал, что сбили самолет, этим русские ходили с задранным носом, вот как он показал, покажу, им вот так вот по носу дали, и немножко носы не опустили. Ну вот у них есть такая манера, как они показывают вот так, вот так вот они ходили. Вот так было, да. Благодарю еще раз. Спасибо. Да. Со стороны россиян уже наступает какое-то прозрение. Некоторые. Некоторые россиян, которые здесь находятся. Вот, и то, что мы видим по их постам, они говорят, что сейчас это не та, которую боятся, а та, с которой дружат, с которой хотят дружить. Мы видим в новостях, что уже и индийский берег для россиян будет закрыт, и турецкий берег. Вот все, занавес железный опускается понемножку. Ну да. Надеемся, что все же не дойдет до железного занавеса, как было. Вот, смотрите, вы ставили Карена Назарова, деятеля пиковой российской культуры. Вот его спич. Вот, если бы был советский, да там бы от Стамбула камень от камень бы не отставили, эту базу бы разбомбили. Там, хорошо, Карена, вопрос речный, а где Советский Союз сейчас? Да, хороший вопрос. Где его? Нету. Все. Благодарю вас. Очень большое спасибо за то, что вы участвовали в этой программе. Может быть, встретимся еще раз в эфире. Ну а пока следите за нами, в том числе и в Турции. Надеюсь, это легко сделать. Спутник Амус, и там есть в том числе и наш телеканал Черноморская телерадиокомпания. Всегда интересно, надеюсь, даже в Турции. Спасибо. Да, спасибо. Вот, Игорь, вот такое еще продолжение вопроса, темы по поводу того, что может Турция в связи с тем, что происходит. У нас есть такая территория, ее зовут Крым, которую оккупировали россияне, в которой проживают очень, там, 300 тысяч уже может быть меньше крымских татар, и у крымских татар достаточно такие тесные связи, в том числе и с турками. Вот, как вы думаете, Турция будет как-то на фоне того, что сейчас происходит, усиливать свое присутствие, ну, условное, да, даже как гуманитарная миссия, даже чаще об этом говорить? Ну, я думаю, что в первую очередь для россиян было неприятно, неприятной неожиданностью, сам в свое время, помните, приехала турецкая делегация и провела такой мониторинг прав человека, и очень были нелицеприятные выводы для россиян, и это был первый такой удар, при том, что Турция, как известно, не пошла путем применения санкций в отношении захватчика, и продолжала достаточно активно торговать, в том числе турецкие судна неоднократно заходили в оккупированные порты Крыма, и между Турцией и Крымом осуществлялся достаточно активный товарооборот, в том числе и от продовольствия. Все это происходило, в общем, и на все наши, как бы, просьбы приостановить, по нашему мнению, незаконный товарооборот между Турцией и Крымом, турки как-то достаточно прохладно относились к нашим призывам. И вдруг возникает ситуация зеркальная, когда россияне сами вводят санкции против Турции, то есть нам по большому счету делать ничего не нужно, все происходит само собой. И естественно, что сам факт, даже если они сейчас вдруг по каким-то причинам их отменят, сам факт уже введения санкций и изменения вот этих градусов отношений, оно длительное время будет оставаться еще препятствием на восстановление полномасштабных отношений. Я не знаю, насколько Турция сейчас будет активно готова к каким-то более, скажем, серьезным шагам в акватории Черного моря, или же она ограничится вот собственно маневрами или усилением сотрудничества с Украиной, о чем тоже заявлялось, и координация, возможно, понятно уже тут в данной ситуации, вероятно, уже дело будет идти к блокаде Черноморского побережья Крыма. То есть в любом случае, вероятно, Турция вынуждена будет присоединиться волей-неволей к тем санкциям, которые применяются в отношении агрессии. Уверен, потому что так, если посмотреть, кто остается в акватории Черного моря. Грузия, которая и так имеет много проблем с Россией, вряд ли будет нарушать эти договоры. Нет, единственная страна, которая... Это была Турция, потому что там еще Румыния, Болгария, это члены Евросоюза, им нельзя, потому что... Конечно, это была Турция, и Турция... Это не только вопрос Крыма. Во-первых, не надо забывать, что Турция активно торговала с Абхазией. Да. И Турция совершенно не была заинтересована в сфорачивании никакого экономического сотрудничества с Россией. И во многом, именно благодаря вот этим связям, этим сотрудничествам, собственно, выстраивалась политика Эрдогана в отношении России. И если сейчас эти связи рвутся, и если Россия рассчитывает, что разрывом этих отношений она ударит, в первую очередь, по Эрдогану, то она ошибается. Эрдоган уже выиграл выборы. Да. То есть для него уже на сегодняшний момент угроз каких-то серьезных политических российской санкции не представляет. Тем более, что у него тоже угроза. У него и вопрос или 60%, или 55%. И тут вопрос заключается в том, что Эрдоган не может просто сделать вид, что ничего не произошло. Потому что они заявили о красной линии, эта красная линия была нарушена, и они не могли больше, как бы, спокойно за этим наблюдать. Иначе... А я хочу отметить еще один очень важный момент, что на Ближнем Востоке была уже одна красная линия, которую нарушили. И это была красная линия, которую прощитил в свое время Обама. И помните, когда Сирия применила, сирийское правительство применило химическое оружие, мир, в общем, стоял на грани войны Соединенных Штатов Америки и против Сирии. И Россия тогда выкупила, условно говоря, Сирию. И получилось так, что Штаты заявили о том, что Сирия перешла к красной линии, но ничего не приняли. И это, на сегодняшний момент, вот эта неготовность и нежелание отвечать за свои слова, оно привело к тому, что вот в Сирии продолжается эта кровавая гражданская война, и возник ИДИЛ, и все прочее. Вот у нас минута и последний вопрос. Вот как относятся турки к туркменам? Вот почему задают этот вопрос, потому что именно на туркменов падали российские бомбы тогда, когда был сбит этот российский бомбардировщик. Да, да. Но для них туркмены – это очень значимое меньшинство в Сирии. Очень много программ и исследовательских, и культурных программ завязаны на сирийских туркмен. Они считают их родственным народом. То есть, в общем, как бы считается, что этот народ одно целое с материнской турцией. И исторически этот народ достаточно тесно сотрудничал всегда с турками. Просто если последний, вот показать карту, да, вот у нас есть фотография карты, как раз вот где бомбил, вот это вот красные, да, такие как вспышки, это туда, куда падали российские бомбы, да, российская авиация. Вот где чаще всего бомбят, вот именно вот это север, тут как раз живут туркмены. И вот тут вот, вот тут вот был сбит российский самолет. Что самое интересное, что вот эта вот салатовая, зелено-салатовая вот такая вот территория, это как раз там, где находится ИГИЛ, да, вот тут вот, да, вдоль трубопрободов. Здесь ИГИЛ нету. Поэтому, когда Путин говорит, что он борется против ИГИЛ, посмотрите, где он бомбит чаще всего. Они бомбят территорию объединенной сирийской оппозиции, свободной сирийской армии и тех сил, которые ассоциируются с этой силой, с этой группой. Благодарю Игоря Семьевоса, директора Центра ближневосточных исследований за эту беседу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова